Привет, это Дима. Когда я в прошлый раз описала вам об очередном уголовном деле, сфабрикованном против журналиста и политика Владимира Карамурзы, мое письмо чудесным образом потерялось за два месяца так и не дойдя до адресата. Поэтому я решила сама приехать к Владимиру, пообщаться и написать вам еще раз в надежде на благосклонность от цензора. Ну ладно, еще есть версия, что меня просто перевели в другое СИЗО подсудности. Выбирайте сами, какая вам больше нравится. По совокупности обвинения на Карамурзе грозит до 25 лет лишения свободы. Было бы лет на 10 больше, но уголовный кодекс предусматривает долог в четверть века. Эта угроза бесконечно держать за решеткой одновременное признание и очередная попытка мести со стороны коррупционеров, узурпаторов и военных преступников за персональные санкции против них, на которых последовательно настаивала Карамурза и для обведения которых приложил немало усилий. Впрочем, человека, пережившего два покушения, едва ли возможно испугать. В московском СИЗО-5 Карамурза содержится в одиночной камере в строгой изоляции от других заключенных, в одиночку ходит на прогулку и даже в храм. И тем не менее, за пару минут, о которой нам удалось пообщаться на сборке, я получила от него мощная заряда бодрости и оптимизма. Сидеть свой срок до конца он точно не собирается. Роды мне не советуют. А чем так сидеть, я предлагаю лучше освобождаться. Вспомнил я любимую прискуску одного из моих сорокамерников с матроски. Спустя несколько месяцев с нашего знакомства он и правда освободился. Не сомневаюсь, что ЭКРМУЗа освободится гораздо раньше от мирного срока. А те, кто направляет сотни тысяч наших соотечественников убивать и умирать на бессмысленной и преступной войне, не отделаются до попадания в санкционные списки.